а саламу алейкум ва рахматулла ва баракату приветствуем всех наших подписчиков всех любителей овец гесарской породы это уже второй репортаж наш из нижнего пянджа это юг таджикистана на границе с афганистаном и здесь мы видим пастбище уже показывали некоторые из этих кадров когда рассказывали о кучкарах этого хозяйства дарьё также мы упоминали что у них есть крупный рогатый скот в данном случае мы наблюдаем коров семян тайской породы здесь вот как раз они и представлены основное поголовье коров находится на другом пастбище чуть дальше там за холмами а здесь вот и видим коровушек которые представлены очень даже прекрасные здесь же мы видим а тару она в основном состоит из гесарских овец но присутствует еще другие породы но постепенно уже получается так что оставляется вычищается и чистится отара оставляются только одни гесарские овцы соответственно конечно же присутствует здесь и козы козы есть и молочные но есть и обычные вот таджикские темные козы которые здесь же видим обязательно аборигенных средизиазских овчарок вон они там ведь или это и тут же мы видим вот это вот напасть называется она саранча кишма кишит она в траве конечно обрабатывается это все химикатами прилетают всевозможные пернатые борются с ними основное конечно борьбу против саранчи ведет розовый скворец галки в данном случае мы видим вот эти проплешины это как раз то что вы его саранча здесь пока что она не встала на крыло но это уже следующая стадия развития когда она поднимается на крыло прям небо темнеет от полчища саранчи и это такая напасть наверху увидим вот вдали там а организовал амдуло руководитель хозяйства дарьё такой бивак там для нас готовится праздничный обед а здесь мы видим вот лошадь местной породы хороший такой конек молодой наевшийся отъевшийся рядом же лежит седло мы потом увидим эту лошадь в действии когда на нее сядет парень будет скакать для того чтобы подогнать овец а вот опять мы здесь обращаем внимание уже на казан мясо варится мясо молдова ягненка здесь живут родственники дуло здесь это как крыльца фирма это семейное предприятие без помощи родственников близких и дальних не обойтись никуда солнце весеннее но она раскаленная в любом случае поэтому приходится делать вот такой навес чтобы от него скрыться под этим навесом мы будем вкушать мясо гисарского баранчика такого вкусного и полезного еще раз бросаем взгляд на пастбище и куда же нам деться видим если есть гисарские овцы любые овцы таджикистане то рядом обязательно должны находиться аборигенные среднезиатские овчарки которые защищают стадо от нападок всевозможных хищников и чужаков которые хотят покуситься нас а тару или стадо погода жаркая и в основном собаки прячется от солнца в норках в траншеях которые там есть складках местности здесь же мы видим накрытого такой-то стархан праздничный и мясо молодого барашка очень вкусная к сожалению вкус нельзя передать через видео здесь мы видим у нас ведет очень мухаммад поближе к овцам после того как мы как говорится закончились едой по приблизились к таре здесь живут абдуло поймал несколько ягнят на выбор они родились в конце февраля в начале марта и специалисты могут оценить их качество происходят по происхождению они от кучкарчиков которых в прошлом году купил абдуло в атаре абдурахмона могу только сказать что по экстерьеру по виду абсолютно не претензии ягнята экстракласса и по весу тоже порядка 35 40 килограмм на взгляд у джима макбер еще тяжелее говорит 40 килограмм как минимум не знаю весов там не было но вот по структуре можно сразу сказать что ягнята суперовский отдает им оценку очень мухаммад он большой специалист в разведении овец толк знает вот здесь еще один гиганок тоже отличный шустрый непоседистые такие в руках удержать почти невозможно так вот специалисты пусть скажут сами насколько они оценивают этих ягнят мухаммад говорит что вот ноги показатель тоже мощные ноги гисарских овец это породный признак об этом еще говорил дедушка муджи мирзу карим мирзу арахимов мы не к сожалению покойный что у настоящего гисарского барана ноги должны быть мощные копыта тоже сильные твердые для того чтобы ходить по горам и нести на себе вот этот вес гисарские овцы особенно хорошо набирают на пастбище когда они молодые такие показатели некоторые говорят что 500 граммов в день дает ягненок что очень примечательно а здесь мы можем насладиться как лица видом этих ягнят травки также вот говорим эту мальчику что за ухо чтобы не держал он и в нем к так нельзя делать вот замечательные такие непоседы в кадр никак не попадают потому что все время бегает двигается ну сами можете посмотреть ну и сам абдуло как говорится не нарадуется а такое потомство говорит что в этом году он еще раз отправится к абдурахмону для того чтобы закупить где-то порядка 50 овцематок и тогда уже как говорится будет продолжать с ними работать здесь мы видим вот стоит ягненок и уже вроде как успокоился здесь еще один вот ну поймать в спокойном положении очень тяжело наконец-то мы можем увидеть у джима гаммад как раз рассказывает что по показателям ягнята элитные вот и третьего подогнали сюда но такие три близняшки хочется отметить что владельцы фермерского хозяйства не останавливаются на достигнутом они постоянно ведут работу им помогает в этом и ходе мухаммад помогает и абдурахмон они консультируются с другими специалистами есть планы что осенью во время бонетировки они позовут абдурахмона который будет делать эту бонетировку для них как мы говорили уже на лошадь сел один из молодых ребят пошел пригонять овец здесь же мы видим аборигенных средизельских овчарок которые как бы не было видно но они есть как только какое-то движение происходит с овцами или со скотом они сразу же появляются ну и также сразу же и исчезают мы здесь видим вот раз и нырнул уже все его не видно потому что он в траншею здесь же нам показали овцематку большая высокая широкая единственная претензия у неё обиж немножко курдюк очень мухаммад говорит что когда ее привезли сюда то она весила 136 килограмм где-то 92 93 сантиметра высота в холке нее большая овцематка она чори панджи три года полных на его очень красиво овцематка но опять-таки работать нужно по поводу грузика у нее есть вопрос а так посмотрите какая широкая и двигается она неплохо очень красивая цвет красивый ярко-рыжий великолепно сложена опять-таки когда есть недостатки то с этими недостатками нужно работать и смотреть каких она будет давать ягнят в этом году она пропустовала ну видимо уже осенью к ним подпустят кучкоров баранов производителей а так мы даже попросили открытие рот что убедиться что она не персу лох как у нас говорят не старая овца еще она вполне жизнеспособная долго будет давать потомство сейчас вот откроют и рот вот мы видим что зубы еще у нее есть 4 больше но зубы нормальный все на чори панджи говорят вот так сказали специалисты могут в принципе сами все определить сейчас я отпустил посмотрите как она шустрая на пастбище находится все время присоединилась к своим подружкам пошла вверх мне она больше напоминает вузовских овец честно говоря хотя по структуре немножко другая а вот здесь мы видим поголовье овцематок очень хорошие овцы тоже пасутся здесь же видим галок которые летают гоняются и ловят саранчу питаются очень много галок как мы уже говорили скворца розового мы не видели ну видимо еще не достало время для розового скворца еще раз попадает в кадр это овцематка ну вроде двигается хорошо ноги работают потому что когда у овцы есть какие-то проблемы она в горы подниматься не может а здесь все нормально двигаются все овцы замечательно здесь вот поднародные такие овцематки все классные будут стричь их немножко попозже потому что все еще идут в саджикистане дожди овцы матки они все-таки и катились и кормили ягнят поэтому конечно же их стричь будут попозже могут заболеть они потому что еще все еще ослаблены так кадры замечательные мы видели сколько там много собралось народу это все ребята которые помогают в этом хозяйстве большие у них планы собираются они строить новые законы помещения для чабанов было хочет сделать так чтобы как у него в новосибирске то есть у чабанов отдельные благоустроенные помещения для жизни там будут отдельно повара готовить для него для поваров как раз таки еду пищу то есть чабан будет занят в основном только овцами но здесь мы видим что среди здесь есть и мериносы и метисные овцы но говорится работа ведется отсеиваются ненужные овцы потому что это все таки фермерское хозяйство которое сосредоточено на производстве мяса и поэтому вот овец которые будут выбраковываться они соответственно будут отдавать на мясо тем более что близится праздник хурмон или хурмон и на этот праздник они тоже планируют как и в прошлом году резать и крупный рогатый скот и овец здесь есть мы видим как раз и мериносов будут резать и вот этих помесей и вычищать как мы уже говорили что есть у них планах закупить еще 50 овцематок в этом году абдурахмона получать дальнейшем потомство и соответственно увеличивать поголовье чистых гисарских овец на это и есть как говорится это является их целью основной как говорится направление будет гисарские овцы желаем барраката абдуло его начинаниях в таджикистане потому что в россии уже у них все поставлено на промышленные рельсы там как говорится успех им уже сопутствовал а здесь они начинают только осваивать территорию хотя они уже более двух лет говорится ведут здесь свою работу мы пожелаем удачи в их деятельности в их благих намерениях также желаем и вам удачи мирного неба над головой абсолютно быть всегда добрыми порядочными и успешными людьми тем более что если вы занимаетесь овцеводством это как говорится самая мирная профессия удачи успехов наблюдайте наслаждайтесь видом овец на пастбищах всего хорошего